Телерадиоканал Иногда считается, что остается за кадром, но на самом деле нет Вот как раз таки режиссер дубляжа и актер дубляжа Ну да, но про актера дубляжа вроде как все более-менее чего-то знают А режиссер это такая тайная лошадка Режиссер дубляжа Это тайная лошадка Потому что про режиссера кино и режиссера театра тоже все знают А тут такая область на самом деле не режиссерская Потому что что такое режиссер? Режиссер это человек, который мыслит картинкой за сценой, кадром, портретами. А тут же вот этого всего как раз и нет. Здесь исключительно только звук. Чем вы мыслите? Оркестром. Тембрами, голосами. И конфликты, которые нужно как-то транслировать и рассказывать какие-то истории, они происходят только посредством тембров, характеров, именно голосов. И артистов я, естественно, для работы, рассматриваю как голоса. Оркестр, наверное, вы как дирижер, ты первая скрипка, ты контрабас. Похожая, да, такая аналогия очень. Что самое главное для того, чтобы состоялся фильм, для того, чтобы дубляж заиграл? Эх, это такая область, это такая сложная целость. Может, чтоб случилось это волшебство? Во-первых, есть, скажем, такие разделы, как первое. Должен быть материал. Изначально мы это называем материалом, а в принципе, и в общем, и в целом. Это вообще готовое, законченное произведение кинематографического искусства. Вы его немножко разбираете. Да, ну, распаковываю, да. Дословно в переводе. Она была как рожок ванильного мороженого. Это дословный перевод. И как, ну, вот как вы считаете, что это значит? Какая она была? Ну, мимичная, милая, няшная. Наверное, да, сладенькая какая-нибудь такая. Ну, вот мы все так и подумали. И совершенно случайно, поговорив уже с создателями картины, мы поняли, что речь идет о пресной девушке. Обыкновенной. А, то есть... Да. Это два совершенно разных значения абсолютно. Обыкновенное мороженое. Это обыкновенно. Это то, что вот везде, да. А мы бы сделали такую ошибку. Ну, то есть это все-таки другой характер, да, и другое отношение. А есть какой-то консультант, может быть, от компании, которая говорит... Есть картины, на которых вообще без консультанта не обойтись, конечно. И это касается, например, каких-то там исторических проектов сложных или каких-то сложных географических. Ну, там бывают разные обстоятельства, да. А я вот слышала, что в переводе есть такое, ну, просто правило. Я знаю, как переводные песни делаются, что количество слогов в английском языке должно совпадать с количеством слогов в русском, чтобы вот человек, открывая рот, попадал туда. В общем и в целом очень близко к истине, но нет. А как? Потому что, ну, есть понятие, да, такое профессиональное в дубляже, называется укладка. Липсинг. Это? Укладка. Блеснул ты сейчас. Ну, я где-то слышал, да. Да, да. Это, скажем, когда текст подбивается уже под артикуляцию персонажа. И там, конечно, огромное количество хитростей. Там живут люди тоже невероятные и особенные. Часто эту работу делает режиссер, часто эту работу делает переводчик, а часто эту работу делает, собственно, укладчик, обычно артист по образованию, потому что она очень актерская. Потому что текст нужно проговаривать вместе с персонажем, проигрывать его, чтобы понимать, где там что смыкается. Ну, и слоги, конечно, они там не всегда. Дорогие друзья, читайте по губам. У нас сейчас небольшая пауза, после которой мы, конечно, вернемся к разговору. Друзья, Гелена Пирогова в гостях у телерадиоканала «Страна-ФМ», кинорежиссер, сценарист и режиссер дубляжа. У нас, кстати, есть информация, ну, собственно, она есть у всех, что Гелена входит в топ режиссеров дубляжа в нашей стране. И я вот посмотрел 85 фильмов. Правда ли это? Или больше? Вероятно. А кто же считает? Вероятно. Вы не считаете, да? Нет, конечно. Так, а где в нашей стране учат на режиссера дубляжа? Это приобретаемое такое левое крыло третье, потому что, в общем, когда ты учишься на решфаке, то потом, в общем, всю эту физику, ну, ты понимаешь, и дальше ты туда, в этот мир, как бы случайно попадаешь. Ну, я попала совершенно как-то так случайно. Но имеется в виду прямо отдельного образования, такого нет. Это просто вот так сложилось. Да, да. Видите, как это значит? Да, но это сложилось после режиссерского образования, конечно же. Ну, смотрите, вы же преподавали, да? У вас был такой опыт, я вот посмотрел здесь. Отслед преподавала. Да, 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 да. И тут, значит, режиссуру преподавали. Да. Что-то про дубляж там было у вас, когда вы преподавали? Ну, в какой-то момент, когда я уже понырнула в эту профессию и уже стала осваивать её изнутри, мне предложили в университете почитать такой курс, и я читала его и для режиссёров, и для звукорежиссёров по работе, да, с материалом, вот именно в специфике дубляжа. Да, у меня был такой курс, и он там, в зависимости от того, кому он читался, там имел какие-то такие нюансы. А вот получается, ведь вы, когда человек работает с аудиторией, со студентами, у вас глаз на вот алмаз, намётан, вы видите этого человека, понимаете, вот этот человек сможет работать в этой профессии, а этот вот сейчас немножко теряет время на этой лекции. Всем, на самом деле, это вот, честно говоря, я бы всем рекомендовала режиссёрам ненадолго погрузиться туда, потому что это та область, где это больное место, на самом деле, режиссёрское. Любой режиссёр, спроси его, он снял кино, он счастлив, а дальше он приходит к звукорежиссёру и говорит, ну ты там что-нибудь музыку подложи, и всё. И долбий су-раунд само появится. Ну да, но просто там уже творчество, энергия творческая, она у режиссёра, честно говоря, подзаканчивается. Хотя там бездны, закрома, что можно освоить и что можно рассказать, ну просто это нужно как-то заточить внимание именно на то, чтобы услышать, а не увидеть. Ну вот смотрите, те фильмы, с которыми вы работаете, да, это и «Мстители», «Холодное сердце», «Тачки», это всё хиты-хиты, там со звуком-то, наверное, всё хорошо. О, да, о, да, о, да, да. И, конечно же, когда ты распаковываешь этот материал, и всё это разваливается на маленькие фразочки, и ты понимаешь, как это умно, как это мудро, как это талантливо. И режиссёр время нашёл. Интересно. Ну там группа товарищей была такая, что, да, конечно, их индустрия, она, в общем, предполагает, что максимум информации в минимум времени — это вот про них. Большое спасибо вам за фильм «Сказки на ночь». Вот прям. Я могу рассказать маленькую историю. Друзья, сейчас оставайтесь в компании «Страны ФМ». Реклама, а потом сказки днём про «Сказки на ночь». Телерадиоканал. Друзья, головокружительные гости у нас на телерадиоканале «Страна ФМ» в программе в рубрике «Рабочее время». У нас сегодня Гелена Пирогова, и сейчас как раз мы послушаем режиссёрскую сказку днём про «Сказки на ночь». Да, была такая невероятная история. Адам Сэндлер в главной роли. Да, 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 редко, но история не про него. Редко бывают такие задачи, но они азартные, ломают голову. В кадре два ребёнка, один из которых только что потерял два передних зуба. А, соответственно, он так и разговаривает. Задача была найти мальчика без передних зубов. Мы раззвонили всем знакомым, но нельзя было, понимаете, подать объявление на ТВ. Но, тем не менее, искали ребёнка без зубов, но ещё такого ребёнка, чтобы он не какой-то был не замкнутый, молчаливый, а чтобы любил поговорить. Да, и чтобы он ещё бы синхронный был, и так ещё бы и музыкальный. Так, в общем, короче говоря, золотой ребёнок. А так получилось, что поиски длились долго, там текст, что-то, да. Звонит одна мама, говорит, есть, нет зубов, всё. К моменту записи выросли зубы. Да стоп, стоп. Всё, уже говорит, чисто, всё. А ребёнок-то не может это всё сделать? В общем, искали, и мы буквально в последние два дня перед записью этого ребёнка, нашли этого ребёнка, и я всех, покажи зубы, подходишь. Значит, и он, ну и всё, вот так вот мы записали, искали. Сложно ли в целом с детьми? Потому что вы же всё показываете, наверное, а после этого дети... Ну, я стараюсь, ну, мне не хочется им показывать, чтобы это было мартышничанье. Поэтому мы с ними какие-то сказки. Это особая история. Это, конечно, не как со взрослыми. Это, конечно, а представь, если бы что... И ты тогда бы как сказал? Ну, вот как-то вот так мы что-то такое делаем. Да, это особенная песня. Но, тем не менее, есть актёры дубляжа, взрослые совершенно женщины, мужчины, которые дублируют детей. Да, это невероятно ускоряет процесс. Потому что, да, женщина подходит, там, актриса подходит к микрофону, и это делает, а я над этим сижу, там, не знаю, полчаса над этой фразой, там, с малышом каким-нибудь. Слушайте, все ли артисты могут этим заниматься? Все ли хотят этим заниматься? Всем ли это интересно? Вот сейчас в последнее время действительно так как-то все ринулись. Это стало модно и популярно. Вот эта ниша, скажем, именно дубляж. Я даже не говорю о закадре, дубляж. Но нет, конечно, тогда бы все летали в космос, и все бы занимали первые места. Вот, это для избранных, друзья. Ну, какие навыки? Ну, что должно быть? Ох, ну, да, во-первых, темпа ритма, умение чувствовать ритм, умение быстро читать, быстро схватывать некоторую музыкальность. Вообще такое очень заточенное ухо. Все-таки, знаете, есть же визуалы, есть аудиоалы, есть там, киноэстетики. Вот это для аудиоалов прежде всего. Для тех, кто набирает информацию из слуха, из уха. Это не значит, что они не смотрят на экран и видят фигу. Нет, конечно. Чуть в большей степени слышат. Да, но внимание заточено именно на то, как это происходит, что они говорят. Ну, естественно, конечно же, это левши, правши. Ну, очень часто, да, люди без профильного актерского образования, ну, такие вот звезды, артисты, приходят тоже к вам озвучивать мультфильмы. Как с ними работается? То есть есть какая-то разница, что не хватает им знаний? Расскажите, пожалуйста, да, как работала Натали в «Головоломке». Она озвучивала радость, друзья. Да, да. Но Натали нас всех удивила, и, мне кажется, саму себя удивила, потому что роль для профессионального артиста... Она большая роль. Не просто артиста, а для профессионального артиста дубляжа. Не «Хухры-мухры», это огромная роль. И она и сложная, и эмоциональная, и физическая. Там же нужно было прыгать, дышать, кряхтеть, там, не знаю что. И все время находиться вот в этом, в одном... В позитивном таком, да. Да, да, а этот статус поди, ты удержи, между прочим. И она же, этот персонаж и грустит тоже, и как-то что-то... Но при этом он всегда грустит позитивно, и это все очень стремительно. Короче говоря, я не могу сказать, что это была какая-то, ну, большая борьба. Нет, мне кажется, мы получали кайф все. Она моментально попала и в характер, и в персонажа. Но, действительно, специфика работы с ней была, конечно, не такая, как с актерами. С артистами у нас есть птичий язык, общий. Мы какие-то вещи знаем априори, за скобочками. И мы уже об этом, к этому не возвращаемся. Гелена, на каком языке вы общались с Аллой Пугачевой, с Филиппом Киркоровым? Вот тут вот как? Ну, слушайте, Алла Пугачева блестящая актриса, между прочим. Ну, кстати, это мы, конечно, знаем. Нет, ну это правда, вот драматическая актриса. Это было сделано очень... Что вы делали, скажите, да? Это была картина Кончаловского, «Щелкунчик» и мышиный король. И мышиный король. Да, и мышиный. Крысиный, да. Крысиный король? Крысиный король, да. Потому что не мышь. А никогда, когда я подсказываю, меня не слушайте. Да. И там, да, эта картина была сделана на английском языке. Но причем Кончаловский сам помогал вам, да? Да, конечно, да. Это вообще был такой редкий случай, когда режиссеру дубляжа, у него есть возможность поговорить напрямую с режиссером, режиссером, и спросить, что хотел сказать автор своим произведением. И есть ряд вопросов, на которые я получила ответы, которые мне невероятно помогли в работе. А если бы я их не знала, я бы ходила как в темной комнате, и там что-то бы себе фантазировала. Ну, еще про почтаревну Трепицыну там у вас был совместный проект. Да, как-то уже сложились вот отношения такие с Андреем Севедовым. Сейчас мы приступили, только-только приступили к дубляжу его новой картины, которая, даст бог, выйдет, только закончился монтаж. И сейчас начинается... Можно ли говорить, что за картина, Гелена? Картина «Грех» про великого нашего художника мирового, земного Микеланджело. Мы ждем. Спасибо. Она невероятная. Спасибо. Друзья, и вы ждите, мы скоро вернемся. Это «Страна.ФМ». Дамы и господа, Гелена Пирогова по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы сегодня говорим о профессии режиссер дубляжа. И есть дубляж фильмов, есть мультфильмов. Вот тут какое-то можно разглядеть отличие, потому что губы там у мультяшных персонажей... Да, вроде как все проще, вроде как они могут... Там у них три формы гласных, а вы... И ты в это вкладывай хотя бы, там, не знаю, хоть телефонный справочник. Но в результате это актерски оказывается сложнее, потому что все-таки, когда художник рисовал этого персонажа, он рисовал эту рыбку Дори, допустим, да, или там, я не знаю, кого, все равно кого. Это какое-то, не знаю, коллективно-бессознательно ему помогало. Это некий собирательный образ. Он богаче, чем один человек, он объемнее, чем один человек. И актриса, заходящая в студию, должна освоить весь этот объем характера. И он, конечно, знаете, как обведенный, так вот жирненько обведенный маркером, он весь жирный, яркий. И все это нужно говорить максимально убедительно и органично при этом. Говорить вот так, но при этом быть убедительным. Это особая форма актерского существования. Вы знаете, все наши зрители, слушатели телерадиоканала «Страна и ФМ» уже точно знают, что я фанатела по секретным материалам. Я рассказывала, как я там 12 лет себя хной покрасила, криво себе волосы отрезала. И сегодня продолжу. И сегодня продолжу, потому что вот Гелена Пирогова, между прочим, занималась озвучанием. Дубляжом. Дубляжом. Я все неправильно говорю, но ничего. Нормально. Дубляжом этого проекта. И я хотела спросить, вот сериалы, это все равно не кино, да? То есть вот подобрали типажи, они все идеально совпадают. А потом уже там, не знаю, год, два, три, на четвертый год актриса, которая, ну, прямо идеально попадала в данную сцену, говорит, ой, ну, что-то надоело. Или вот у меня там другие проекты. Или вот я вообще ухожу замуж, уезжая в США. Как в этом случае, как заменить? Никому не надоело. Никому? Хороший сериал-то, даже я скажу. Да, да, отлично. И, в общем, мы писали его в экстремально напряженных условиях, потому что мы писали его под эфир, и я писала всего несколько там сезонов из всего вот этого огромного опуса. Но там были, да, действительно два главных героя, Наташа Грачева и Миша Тихонов, которые играли. А все остальные персонажи были вокруг, и они каждый раз приглашались новые, поэтому там-то никому не надоедало. А ребята бедные, а какие там тексты? Там же вот просто, если открыть сценарный текст, монолог... Фоксу Молдера. Это просто жуткая жуть. Гальванический эндегрит, перекись марганца, не знаю что. А это надо говорить быстро. И так, как будто ты, ну, обыкновенно, обычно так вот и про ингидрит все время рассказываешь. Вы когда сказали, что вы напряженны, я как раз-таки подумала, вам было просто страшно все время боялись, что инопланетяли сейчас за вами прилетят. Нет, я вообще на самом деле ужасно боюсь и не смотрю сама фильмы ужасов, но дублирую иногда. А как? Вот так? Да, я вот так делаю. Слушайте, ну а какие у вас любимые, Гелена? Ой, я надеюсь, что самый любимый, конечно, впереди. Я люблю то, что новое, то, что сложное, то, что требует от меня каких-то задач, которые... Давайте о сложных. Какие были сложными и интересными? Это не обязательно те, которые получились, да. Это главное, что сложные. Но сложные — это когда, например, нужно решать проблему акцента, например. Какие-то такие вещи, когда человек говорит... Они встречаются оба, например, да, говорят на одном, в нашем случае, русском языке, но не должны понимать друг друга. То есть они так сложно должны как бы сочетаться, да. Вот у меня был когда-то на «Заре» фильм и сразу очень сложный «Австралия». Он назывался такой трехчасовой с Джекманом и Скидман. Хороший фильм, да. Хью Джекман, привет. И Кидман, приехавшая и говорящая на высоком английском из Лондона. И аборигены, то есть местные, которые говорят на таком американском языке. И есть местные, которые вообще бог знает, на каком говорят. И там, например, были такие выражения, которые их... Ну вот так как их решить? Они там все говорят, я пошел вакобаут. Вакобаут. Какая-то, я не знаю, это такая формулировка. На самом деле аборигены так называют путешествие в пустыню, там, для уединенной молитвы. Не знаю. Вот это надо было как-то решить. В уединение куда-нибудь? Ну вот туда. В сад. Надолго. Вот. Это, ну, короче, вот такие, да, я люблю ужасно решать эти вещи. Значит, 2019 год. Сейчас что у вас в календаре? Какие работы? О чем можно рассказать? Ну вот сейчас я посвятила себя полностью по проекту Андрея Сергеевича. Он очень объемный, большой. Можете у него, да. И как-то вот видится, что перспектива работы не близко конец. Ну то есть это много, действительно. И картина невероятная, и сложная. И персонажи сами по себе. Ой. Там, в общем. Так, я прошу прощения, а весь 2019-й, это получается, сколько же длится работа над одним фильмом? Очень все по-разному. Бывает, бывает, что там проект длится и там по месяцу. Бывает, что нужно стремительно быстро за неделю все освоить. Это все зависит и влияет, естественно. Вот. Но все, что касается будущего, пока сложно говорить, потому что мы все... Ну вот смотрите, Суперсемейка, например, сколько заняла у вас по времени? Очень долго заняли пробы, были пробы. Очень длительный период. Должны там утвердить, да, в студии. Да, мы их ищем. И поскольку прошло огромное количество времени... По-моему, 10 лет прошло. Да, и все дети выросли, и вообще все изменились, то надо было как-то заново искать, но все-таки цитируя то... Конечно, да. И находясь в той, скажем, энергетике, но при этом уже новых артистов. Ну да, долго искали. Так, а я еще один вопрос такой задам. Ну, человек, который никогда не погружался, не заходил в эту закулисье, а всегда пишется отдельными дорожками голос, шум, или вы, бывает так, что вы ходите на балкон, и вы прям захватываете этот шум с улицы, чтобы человек там что-то кричал, эй, там, ля-ля-ля... Эх, было бы круто. Нет. Дубляж — это работа исключительная и только с голосом. Студийная. С голосом. Никаких шумов, ничего там, никаких похлопываний, ничего быть не может. Шумы там из фильма берутся, да? Да, это все оригинальное. Ну, как вам сказать? Но, тем не менее, если там, я не знаю, Хью Джекман бежит 10 километров и при этом иногда что-нибудь себе под нос говорит, Джессика, Джессика, ну, что-нибудь такое, то это все нужно бежать, прятаться, спотыкаться. Это нужно вот тут, стоя у микрофона. Я вспомнила легендарные кадры, как Любовь и Голуби озвучивали. Помните, когда они там чуть ли не бросались друг на друга? Убью! Не трошатся! Да, да. Мы так пишем гуры, это тоже такая целая особая ниша. Что-то невероятное, когда все вместе, у микрофона чушь, молотит такую ерунду просто, а в результате есть атмосфера. Гелена, вы побольше этого снимайте, выкладывайте в Инстаграм, чтобы мы наблюдали. Друзья, сейчас маленькая пауза, после которой мы продолжим. Если у вас есть вопросы, Гелене, оставляйте их в контакте страны.фм, мы будем задавать. Первый и единственный в России телерадиоканал Страна.фм Один на всю страну. Дамы и господа, Гелена Пирогова по-прежнему в гостях у телерадиоканала Страна.фм. Мы сегодня, напомню, говорим о профессии режиссер-дубляжа. О, я, да, да? Да, что, да, ты хотела? А я, знаете, сообщение от слушателей читаю. Не по теме просто. Просто пишут нам, какие мы молодцы. Скажите, пожалуйста, а вот сейчас вы же тоже являетесь преподавателем определенного курса. Это ваш личный курс, уже не в рамках там утвержденной программы в каком-то университете. Университет, да. И он рассчитан на взрослых уже актеров для повышения квалификации. Там есть разные варианты. Да, я решила все-таки вступить в эти вводы курсов. Дело в том, что вот технологий много. Появляется огромное количество людей, не имеющих образования прямого актерского, которые пишут какие-то там в шкафах вещи, там закадры, не знаю, что-то дублируют. Это все присылается, например, мне на посмотрите, поставьте оценку. И все равно это будет развиваться. То есть таких людей будет много и много. Мультимедийность, конечно. Да, да, да. Да, это просто время такое. И обстоятельства таковы, что нужно принимать. А есть при этом профессионалы, которые учились 4 года, потом еще ходили там к логопедам, я не знаю, очень много всего сделали. Аспирантуру закончили, может. А некоторые даже закончили аспирантуру. Ну, то есть, да, получившие невероятную базу, базу, да, они есть, и есть эти ребята, которые просто из шкафа, из шуб вышли с микрофоном, да. И вот нужно принимать решение, как бы, как к этому всему относиться. И вот я приняла для себя такое решение, что я открою такие курсы. Да, есть курс для актеров, у которых есть вопросы и желание поработать, потому что там всегда есть своя какая-то такая кухня, да, в которой можно интересно покопаться. И всегда есть, что там поосваивать. А еще вот курсы для людей, которые так или иначе уже этим занимаются. Так или иначе они уже там. Так, приходить в шубах, скажите сразу. Снимать при входе, да. И вот такой курс, вот как раз сейчас я веду. Ребята, у которых у всех, у них уже есть какой-то маломальский опыт, свои какие-то набитые синячки, уже какие-то странные представления о том, как это должно быть. И все равно они уже есть. Уже я же им не могу сказать, изобретить не ходить. Вот потому что здесь. Они же блогеры, наверное, да, или кто это? Они по-разному. Они занимаются там кто-то за кадром, у кого-то там какие-то даже свои есть, какие-то студии. Но раз вот вы начали говорить на эту тему, вообще большая проблема в интернете. Пока качественно актеры, качественный режиссер готовит качественный дубляж, ребята вот такими гнусамами голосами просто накладывают и выпускают раньше всех. Вот прям раньше всех. И все нетерпеливые. Им там же интересно, что там в «Игре престолов»-то или где-то произошло, да, кто с кем поженился. Вот. И можно ли как-то, я не знаю, на этих курсах уговаривать, их так не делать? Только повышать их, ну, культурный уровень, в смысле профессиональный. А больше никак. Потому что это же делается не только от жадности и желания там забить флажок, что я здесь был первый, а просто как бы потому, что я вот в профессии. Гелена, но это не 4 года, да? Это покороче у вас. Да, это, да. Ну, там есть тоже разные формы, но пока это 15 часов, разбитые там на 5 занятий в студии. Сейчас вот мы делаем курсы на студии «Невофильм». Это большая профессиональная студия с профессиональными микрофонами, с звукорежиссером, с которым я пишу все картины, вот такие топовые. То есть практически там, где вот вы работаете. То есть не практически, а именно там, где, собственно, не отходя от кассы. А вот есть туда какой-то кастинг? Или, в принципе, может прийти любой желающий человек, даже если вот его навыки, то есть он считает, что он в теме, и он может, но... Но, конечно, я предпочла бы общаться с теми, кому, кто уже что-то в этом деле поосваивал, да, ну, вот как вот те, кто вот сейчас у меня занимаются, или актеры, студенты. Вот для студентов-актеров это вообще милая вещь, потому что, ну, они уже приходят туда вообще с другим мозгом. В смысле, вот на пробы, там все равно их приглашают на кастинги, в дубляж. Ну, так они уже понимают, что от них хотят и как. Они уже не только понимают, Гелена, они уже просто руки положили на клавиатуру и думают, где искать. Сейчас вы скажете, где это. Да, ну, вы забиваете Пирогова курсы дубляжа, и у вас выходит и сайт, и у нас есть сайт Пирогова Даббинг в Инстаграме, не сайт, а страничка в Инстаграме. Пожалуйста, заходите, подписывайтесь. Это ваша рабочая страничка или личная? Это наша рабочая страничка. А лично ведете вообще Инстаграм, обитаете там? Да, ну так, едва, 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 что-то такое. Ну, может быть, про то, как Гелена гуляет с собакой. Вот раз. Это, кстати, по поводу отдыха. Вы как-то наполняетесь-то, потому что работа такая, которая, ну... Требует вдохновения. Да, действительно. Я пытаюсь путешествовать, если честно. Я пытаюсь как-то уходить из этого вот графика, потому что график действительно напряженный, и он напряжен вот этой такой рутинностью. Тем, что ты встаешь, студия. Я студию уже вижу чаще, конечно, чем дом, свою, в смысле, где я пишу. Поэтому, ну да, я пытаюсь... Мы желаем вам гармонии, мы желаем вам новых интересных проектов. Спасибо. И ждем вот этот фильм, который с Кончаловским вы сейчас делаете. Ну и ждем новых каких-то... Кончаловский со мной. Да. Друзья, скромная, талантливая и суперская Гелена Пирогова в гостях у телерадиоканала Страна ФМ. Спасибо всем. Всем хорошего дня. Ну и я тоже вот в оставшиеся 10 секунд скажу, что огромное было удовольствие пообщаться. Прямо, знаете, как-то мы много нового узнали в кадре и за кадром. И мы, конечно, с Романом пойдем на курсы. Да, Роман? Да. Да. До новых встреч.